Счастливый Святого Духа! Уважаемый Владыка, достаточнимые отцы, матушки, братья и сестры, мне доверено быть садокладчиком отца Андрея Нестеренко и продолжить ранее начатую тему о житии преподобного отца нашего Андрея Христа ради Еродиева. Его же молитвами, Владыка Благословитель. Итак, продолжим. Жила в Неории одна женщина. Благоразумная и благоговеющая перед Господом. А мужа имела него негодного и очень сквастолюбивого, растратившего все, что было у него. Ведь он неразумный проводил все свое время в будилищах. А жена, будучи весьма боговоязненно, сильно огорчалась и не знала, что делать. И тут одна женщина указала ей на некоего мужа, могущего, как она сказала, выполнить все ее желания. Подошла к нему и эта женщина. Они сели, и женщина начала рассказывать ему о своей печали. На эти слова он дал ей такой ответ. Все, что ты хочешь и любишь, ты получишь от меня. Ведь если ты прикажешь, я уничтожу его страсть так, что он не будет обращаться с женщинами вообще. Или если хочешь, я дам разрешение, и смерть заберет его. И вот через шесть дней видит та женщина во сне, будто стоит она одна на какой-то равнине, и подходит к ней нечистый дух в виде старика Экиопа, который говорит ей, что она становится теперь его женой. Она же задрожала и, убегая в страхе, молила, отойти от нее. Таким образом, терзаемая и одолеваемая во сне, эта женщина проснулась и стала размышлять над увиденным. Что бы это могло быть? И откуда дьявол взял такую дерзость в отношении к ней? Святой же объяснил своему другу Епифанию, которого знала эта женщина, что означало это колдовство. У дьявола в обычае сначала изгонять благодать Божию из человека, а потом беспрепятственно входить в него. Однако не из страха перед ним исчезает благодать, но из-за отвращения и содрогания, вызванного зловонием его греха. И не с помощью насилия демон ввергает человека во грех, но благодаря свободному выбору. Ведь он подбадривает и возбуждает человека. И он, человек, не видержав достойным образом его домогание, отклоняется с пути и впадает во грех. И дьявол получает оправдание по той самой причине, что человек совершает грех по собственному выбору. Из-за этого благодать Господа покидает его. Таким вот образом поступил враг и в отношении той женщины. Ведь он видел, то есть дьявол, что она всегда любила Бога и душой. Не в силу, он росел свои семена честного мужа и убедил ее по собственной воле в этом обманщику. А поскольку она сама просила, чтобы ее желания исполнились, душа же погибла. Посмотри, что он сделал для того, чтобы добиться гибели ее души и поселиться в ней. Ведь она по собственному выбору предоставила злодею все необходимое для магии. Взяв у нее все это, бездельник лицемерно лишил ее спасения, которое исходит от крещения. Потому Ифиополь сказал ей, что ты становишься моею женою. То есть ты принадлежишь мне отныне, а не Христу. То же самое он сотворил и с ее иконами и от них прогнал благодать. К слову о колдовстве. Преподобного Паисия как-то спросили, Геронта, в каком случае колдовство имеет силу? Он отвечает, раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой. То есть он дал дьяволу какое-то серьезное, повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния Испыни. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребать под него лопатой, не причинит ему никакого вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет сердце чистое, колдуны не могут в кавычках сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить. Геронта, если колдовство подействовало на человека, возымело над ним силу, то как от него освободиться? Отвечает Геронта, освободиться от колдовства можно с помощью исповеди, потому прежде всего должна быть найдена причина, по которой колдовство подействовало на человека. Он должен признать свой грех, покаяться и исповедоваться. Продолжаем далее рассмотрение жития преподобного Андрея. Было воскресное утро, и какой-то придворный проходил мимо по направлению ко дворцу. Озабольченный распалением плоти и страстью к своей жене он сошелся с нею, когда же он прошел во дворец, под водцом подразумевается храм Божий, и оказался рядом с праведником, Блаженный Андрей взглянул на него, понял, что с ним произошло и что он сотворил в Святое Воскресенье, говорит ему, «Вот безумец, который запятнал Святое Воскресенье, и идет запятна также и дворец». А тот, как услышал, сильно удивился и, улыбнувшись, прошел мимо. Епифаний же удивился предвидению Блаженного. И Блаженный Андрей сказал ему, «Это и ночью увидел я как одна женщина-царица, увенчанная короной царственной украшенной жемчугом и драгоценными камнями, осуждала того придворного, проходившего мимо нас». Говорит она, «Как осмелился ты осквернить мой дворец несчастный? Неужели не довольствуешься ты целой неделей ненасытный, чтобы быть в своей кохоте, но безрассудно посягаешь и на сытой день? Если только ты сделаешь это во второй раз, то уже не сделаешь в третий. И сказал так, она отошла от него, «Я же, как увидел это дитя мое, опечалился в сердце своим и поругал его. Может, он проявит благоразумие, если же он сделает это во второй раз, то не сделает уже в третий. Ведь с того момента, как человек умрет, больше уже и не грешит». Из вышесказанного нам всем ясно, насколько важно чтить день воскресный и в том числе воздержание. Нам, конечно, и священников в первую очередь. Однажды, встретив своего друга Епифания, они пришли в храм. Когда же началось чтение, Епифаний сел на скамью обложенный, как один из бедняков на пол, прикрыв свое тело лохмотями. И вот праведник заметил демона непряжения, строившего козни и пытавшегося с помощью каких-то уловок вытолкнуть кое-кого из церкви и сделать их непричастными к дару Господнему, напоминая им о заботах и обязанностях до окончания службы и приговаривая «Уйди отсюда, чтобы выполнить свою работу, ведь в том не будет греха, если предстоит работа». Внушая этот дьявол, многим заставил уйти до окончания службы. Заметил он также, что демон безразличия и сонливости строит там козни, и тех, кто во время чтения сидел и слушал божественные слова, он их повергал в демоту. Наблюдая же за уловками гнусного демона, праведник впал в ярость и сказал по себя «Гнусный и пагубный демон, как смеешь ты, пользуясь мраком своей пустоты, делать нас непричастными к слушанию божественных слов, погружая нас в сон безразличия. Но ты, Господин сил небесных, излей на них, то есть на демонов, свой гнев и не зверни их». И как только он это вымолвил, вырвался из золотой язык пламени и испепелил их. И те, которые под их воздействием были охвачены сном, то час пришли в себя и в нервничтение. И нам, священникам, тоже очень часто приходится сталкиваться с подобными бесовскими нападками, как среди прихожан, так и в своем личном борении. Один юноша был близким другом Епифания. Епифания же наставлял его при помощи священного Писания. Желая укрепить его в страхе Божьем, тот, однако, близился с ним не для того, чтобы соревноваться в доблести, но ради людской похвалы, чтобы и о нем говорили так же, как и от Епифании. Разговорили хорошо о Епифании, то и друг его захотел услышать о себе подобное. И вот однажды, когда Епифаний встал чуть в свет ради прославления Бога, поднялся вместе с ним и названный юноша и стал рядом с ним исполнять псалом. А с соизволения Господа пришел туда блаженный Андрей, взглянув в лицо юноши грозным взглядом, он дал ему пощечину, какую только мог и промолвил. Отойди от этого отрока, ибо ты недостоин стоять рядом с ним, потому что ты дурно использовал пение псаломов и стал презираем у Господа. И вот когда ударил его праведник, он впал в неистовство и бросился, чтобы схватить его за волосы. Но Епифаний подбежал и воспрепятствовал его намерению, броня и порицая его такими словами. Воистину безумный, ты вознамерился совершить такое, находясь посреди Божьего храма. Мечтаешь ли ты, не воздаваясь злом за зло? Не так ли, говорит Господь, если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую? И обратившись к своему другу, Епифаний промолвил, если ты хочешь быть со мной рядом, я не желаю, чтобы ты был таким. Держись далеко от вражды, гнева, зависти и не спеши никому воздавать злом за зло. Но лучше будь нищ духом, сокрушен сердцем, печалься и горюй о грехах своих. Будь мягким и тихим, уравновешенным среди наступающих со всех сторон вредоносных и злых побуждений. греховных выделяйся милосердием и добротою, быть украшен добрым нравом и суждением и духовным настроением. Избегай слабости, самонадеянности, тщеславия, гордыни, распутства, мужеложества, рукоблудия, чревоугодия и всепоглощающего пьянства, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Внимательно следи за собой, дабы не отягощать свою юность распутством, развратом и подстрекательством к растлению, потому что не радуется сатана никакому другому греху так, как этому и ему подобны. Смотреть же ты, молод, и великая борьба предстоит тебе против четырех драконов греховности. Под четырьмя драконами подразумеваются пороки, противоположные четырех добродетелям, молчанию, соблюдению заповедей, тесноте и смиренно мудрии. Если хочешь одолеть этих зверей, сокруши мышцу злой своей гордыни и так стань смиренным предстопами Спасителя, чтобы он сам, борясь за тебя, победил воинственного плотского демона и чтобы тебе была присуждена победа. Ведь Господь противодействует высокомерным, смиренным же дает благодать. Но с тех пор этот юноша больше не стремился идти вместе с Епиполием к чему-либо духовному, но охотно предавался плотскому сладострастию, распутству и разврату, оскорнял красоту своей достойной сожаления души. Нечто подобное мы встречаем и в Евангелии от Иоанна в 6 главе в 6 стихе указано «От сего мнозят ученик его и дошел спять и к тому не хождаши с ним». Но после этого он, то есть этот юноша нечестивый, подвергся суровейшим испытаниям и мукам, так что и до величайшего голода дошел и выпрашивал себе на хлеб. Эпифаний спрашивал святого, по какой причине столь жестоко его друг был предан испытанию. Андрей ответил ему, ни за что другое не был Господь так разгневан на него, как за то, что он клятва преступный и лжец, дерзкий, высокомерный, ведь даже если бы он совершил и другие худшие прегрешения тела, Господь раздвигался бы не столько за эти греки, ведь бывает так, что еда прежде чем она будет сварена в аромат не имеет, так же и мы, грешники, пока мы не поваримся в муках и испытаниях, не войдем в Царствие Небесное. Сказал Епифаний, если это полезно его душе, я больше не буду о нем говорить, но лучше посмотрю, как стойко он проявляет мужество и с помощью Господа движется в прекрасной обители. Еще один юноша по имени Иоанн был приятелем Ефифания, поскольку они вместе воспитывались. Когда же встретившись они о чем-то беседовали между собой, то какая-то распутная женщина, проходившая мимо, стала делать знаки и соблазнительные движения, пытаясь хоть одного выманить ради своей похоти. Иоанн же, будучи очень разращенным, стал украдкой смотреть на нее, заметив его испорченность, опечалился Ефифаний, погиб передуши его. Иоанн стал оправдывать себя, говоря, разве не Бог сотворил женщину, и следовательно, Бог является причиной нашего падения. Но богомудрый друг Ефифаний сказал на это, Бог дал нам нож не для того, чтобы мы резали друг друга, но мы путем отсечения отрезали что-нибудь из предназначенного для этой цели. Бог создал веревку не для того, чтобы мы душили сами себя, но чтобы пользовались там, где нам необходимо. Бог создал палку не для того, чтобы мы били друг друга, а чтобы мы опирались на нее. Бог и женщину создал, чтобы мир возрастал, и чтобы всякий, кто хочет быть женщиной, жил в согласии с законами, установленную Богом. Таким образом, человеку следует уже в юности уяснить это. Если он может сохранить девственную чистоту благодаря Богу, если же не может, то следует поискать и найти женщину благочестивую и добродетельную и, согласие ее родителей, взять ее в жены. А в дальнейшем ни она, ни он не имеют позволения блудить, но должны быть, как пара голубей, непорочны и чисты. Стало быть, если они будут соблюдать это так, как сказал Господь, то узнают друг друга во время воскресения и будут как ангелы Божии. Вот почему и блаженный Иоанн говорил, жена по закону Господа сочетается браком с мужем и соединяется с ним ради рождения детей, а не для похоти. Посему все те, которые распутничают, прелюбодействуют или предаются содомской мерзости, даже если теперь забавляются будто слепые бесчувственные животные, в конце времен узнают то, что им предстоит. И ужасный тот огонь и плач неутешный, и внешнюю тьму и тех карающих ангелов, которые держат огненные палец и бьют согрешивших против Бога, которым предстоит быть вернутым в тот огонь. Поэтому ныне, если не можешь укрепить себя в чистоте, возьми себе жену по закону Бога, дабы здесь прожить благочестиво и веки грядущим вкусить великой помощи Божьей. Когда же они говорили, то пришел Андрей, говоря, слова, которые ты обратил к тому юноше были сказаны напрасно. Не послушается он тебя, потому что очень сильно разращен. Господь намеревался истребить его с земли из-за того, что он оскорбляет Дух Святой, проводя свою жизнь в распутстве. Но ангел просил Господа, чтобы был дан ему срок для покаяния хотя бы один год и было дано ему, как просил ангел. И повелел судья, если в течение указанного срока он раскается, с ним все будет хорошо. Если же он пребудет в том же самом состоянии, пошли ему тяжелейшую болезнь, и она размягчит его плоть, разрушит костные соединения и таким образом отправит в ад его несчастную душу. Но он истратил это временно бесполезные дела и, не воспользовавшись ничем, навлек на себя гнев. Посему горе этому развратнику им частился. Он, конечно, раскается, вспомнил слова твои, когда будет сидеть во мраке и тени смерти. Когда же Епифаний хотел рассказать своему другу о грозящем с участи, то блаженный воспретил ему, говоря, если скажешь это ему, он рассмеется, он совершенно окаменен умом и рассудком. Но даже Господь не велел говорить такое кому бы то ни было, если только Бог не позволит при помощи суда совести открыть это и обратить человека. По прошествии же года увидел Епифаний в ночном видении рова Божьего Андрея, будто тот взял его и отвел в труднодоступные места, безобразные и зловонные, тьму неосвещаемую. И вот увидели они там стражников засовы и оковы отвратительные и мрачные. А заключены в них были мыши, кошки и лисицы, в иных же ослы и змеи, гадюки и аспели, вороны и вороны, дикие звери, и псы и многие другие числом превосходящие небесные светила. Осмотрев все, они вошли в какую-то клетушку. Это то место, которое твой друг Иоанн приобрел для себя, говорит Андрей Епифаний. И частоты, которые ты видишь, это его деяние, труд и работа. В воздухе же висела мрачная доска и на ней написано вечное место пребывания и неизбежное наказание Иоанна, сына Телевсиона. Это имя его отца. Вот взгляни, те, чьи деяния подобны его деяниям, готовят все это для себя, чтобы, когда они умрут, души их, скованные цепями, насытились этими нечистотами, а после воскресения плоти они будут целиком преданы огню. Епифаний же вопросил блаженного об увиденных им мышах, псах, диких, зверях, ослах, мулах и змеях, находящихся там. И говорит праведник, все это души преступников и грешников. Но Бог устроил для нас, чтобы они казались такими, показав, чему становится подобна каждая душа в этом мире благодаря своему образу жизни, постыднейшим делам и страстям. Ведь одни души принадлежат убийцам, другие прелюбодеям, третий развратникам, четвертый садомитам, пятый ворам, сревролюбцам, едикам тщеславным и обвиненным в остальных страстях и прегрешениях. Таковы души, которые уподобились неразумным животным и стали похожи на них. Проснувшись, Епифаний был поражен тем, что открылась ему, а утром дошла до него молва, что друг его Иоанна хвачен разрушительной болезнью. Так многострадально окончил свой жизненный путь тот несчастный и был унесен в преисполнение. Случилось же в то время, что дьявол проявил дерзость и в отношении юного Епифания и начал жестоко сжечь его демон разврата. Посему юноша опечалился и досадовал, переживая, как бы не испачкать душу грязью смрадных нечистот. Много он постился и бодрствовал и со слезами взывал к Богу, чтобы не вергал его в такую погибель. Однако нечистый дух не отпускал его. Он преследовал его гнусными помыслами, распаляя плоть и завлекал, чтобы достойным сожаления образом ввергнуть душевную красоту его в грязь распутства. Так что даже в снах Епифания представлял, что приобщается ко греху. Но всякий раз, как это ему представлялось, он вставал и выжигал свою природу, съедая три унции соли. К слову, унция это где-то около тридцати грамм, то есть три столовых ложки соли съедал этот несчастный юноша, наполняя горящие свои чувства. Из-за соли он ужасно чувствовал себя и потому понимал, что слабеет в этой войне. А через несколько дней встретил его блаженный Андрей, когда тот возвращался с божественной службы и завидев его, улыбнулся и сказал, я овца из твоего духовного стада, я люблю соленую воду и ем соль. Услыхав это, Епифаний сильно удивился сказанному и промолвил, порой даже такое не укрывается от тебя. Ответил святой. А разве кто-либо может быть назван воином, если не участвует храбро в войнах и столкновениях, не побеждает и не проходит через испытания? Как же узнает Бог, что ты любишь его, если не увидит, что ты воюешь с дьяволом? Как же и как примешь ты награду не выставил перед испытанием и злыми умыслами пупцов? Ведь все живущие борются, пока длится их час. И до тех пор, пока продолжается их время, они страдают, подвергаются испытаниям для того, чтобы сегодня или завтра, умерев телесную смертью, достигнуть чего-то прекрасного, чтобы воздалось им за это в страшный судный день. Сколько же слепых, мертвых, бесполезных, темных в своей человеческой сущности? Сладко спят, пьют, стремятся к отдыху, предаются распутству и чревогодию, смеются, поют, играют на кефарах и с легкостью удовлетворяют желание плоти, не помня ни о Боге, ни о суде, ни о воздаянии, ни о царстве Божьем. Они всегда сходятся с дьяволом в своих устремлениях, и он, ведя это, тщетно дает им в этом мире наслаждение, как своим друзьям и пособникам. Но, увы, какое мучение их ждет. Вот почему дитя мое принуждение, о которых ты говоришь, станут сладостными для нас, если мы выстоим. И сколько принуждаем ты к движению и воспалению плоти, но противостоишь лукавому и благородно переносишь это, столько и венков сплетут тебе и награда твоя увеличится. Посему не пренебрегай этим, дитя мое, но быть стоек, дабы получить вознаграждение и стать наследником Царства Небесного. Ведь сегодня или завтра этот мир пропадет, как сон пробудившегося, исчезнет, как дым, и все пройдет, и только мы блуждаем, нисколько не имея стойкости в испытаниях. Разве ты не слышал, что много скорбей у праведных и от всех избавит их Господь? Разве ты не слышал скорби и горести и постигли меня заповеди твои, забота моя? Разве ты не знаешь, что Бог положил дни наши, как дни борьбы, чтобы состязались мы с демонами, чтобы бодрствия и молясь день и ночь выполняли в борьбе наставления Бога? Так зачем же ты краснеешь детям ее из-за того, что дьявол нападает на тебя? Лучше радуйся и веселись, зная, что если мы не поваримся в испытаниях, не сможем стать самым отрадным хлебом для Бога, ибо нуждаемся в стойкости. Богу нашему слава. Аминь. На этом, дорогие мои, закончу четвертую часть повествования и жития преподобного Андрея. Аминь.